Как это устроено? Кошки, конфеты, космические аппараты и даже мое любимое шоколадное мороженое! Привет, ребята! Сегодня мы с моим другом роботом Робби пойдем смотреть, как делают лекарства! Здравствуйте, ребята! Привет, Егорка! Готов к экскурсии? Готов! Пошли! Правда, что там в лекарствах может быть интересного, я даже и не знаю! Егорка, у меня вопрос! Какие лекарства ты знаешь? Таблетки, капли! А еще, когда у тебя горло болит, мама тебе что дает? Этот, как его забыл? А, сироп! И таблетки! Фу, горькие! А могла бы пластырь! Какой пластырь? Которым палец заклеивают, когда порежешься? Я не о таком пластыре, я о том, который вместо таблетки! Лечебный! Его что, едят? Нет, конечно! Наклеивают, как обычный пластырь! А помогает он, как таблетка! Может и от насморка вылечить! Как это? А вот так! Ученые научили мелкие частицы лекарства, они называются молекулы, проникать в кровь через кожу! И никаких таблеток? Никаких! Вот это мне нравится! И сейчас ты узнаешь, как его делают! Вот мы уже и пришли! Заходим на фабрику! Ух ты! Тут как в фантастическом фильме про будущее! Все начинается в этом реакторе! Ха! На кастрюлю похож! В общем-то, эта кастрюля и есть! Только изолированная! Значит, закрытая! Чтобы никакие микробы внутрь не попали! Такое производство называют стерильным! Стерильным! Ага, запомнил! В этой огромной кастрюле из специальных веществ готовят основу для пластыря! Она похожа на прозрачный клей! Потом в основу добавляют лекарства! И? А это что за машина? Пленка какая-то тянется длинная-предлинная! На эту длинную-предлинную пленку наносят клей, Который только что сварили! Потом пленка с клеем и лекарством едет в печь! Там клей подсушивают и накрывают сверху еще одной пленкой! Так это уже пластырь получился? Почти! Лента пластыря такая длинная, что... Ее надо нарезать! Но пластыри же маленькие! Точно! Другая машина нарезает ленту на небольшие прямоугольники И каждый упаковывается в пакетик! А почему пластыри разные? Этот побольше, этот поменьше? Все просто! Чем больше пластырь, тем больше в нем лекарства! Врач решает, сколько лекарства нужно больному И пишет в рецепте, какого размера должен быть пластырь! Это называется дозировка! Хм... Еще одно новое слово! Все! Теперь осталось упаковать в пачку несколько пластырей И можно отправлять их в аптеку! И никаких горьких лекарств! Робби, мне такой пластырь нравится! К сожалению, Егорка, без таблеток пока не обойтись! Не все лекарства можно использовать с пластырем! Эх, а я уже был обрадовался! Не расстраивайся! Ученые продолжают работать! Например, почти придумали пластырь-прививку У него есть маленькие-маленькие иголочки Человек их даже не чувствует Налепил пластырь, и вот тебе прививка! Вот бы придумать пластырь от всех болезней! Пока еще не изобрели! Это непросто! Чтобы сделать лекарства даже от одной болезни Люди работают много лет! А сейчас я хочу показать тебе Робби, так это же теплица! В такой салат растет и огурцы с помидорами! Да! Теплица! Только поменьше овощной И растут в ней лечебные растения! Подорожник? Подорожник! А еще ромашка, шиповник и много чего! Из них получают полезные вещества Из которых потом делают лекарства В теплице выводят новые сорта растений В которых полезного намного больше А, знаю, знаю! Это селекция называется! Нам в школе рассказывали! Робби, спасибо за экскурсию! Оказывается, делать лекарства так интересно Гораздо интереснее, чем болеть! Так что, ребята, будьте здоровы! С вами был Егор Катараторкин и Робби Всем пока-пока! Как это устроено! Специальный репортаж с Егоркой Тараторкиным Редактор субтитров А.Семкин